Спорт у подростков по программе почти каждую неделю по плану для учащейся молодежи в соревновании проводит культурно-спортивное учреждение «Ровесник». Это часть комплексных мер. Подростки после уроков должны быть заняты, чтобы не хватало времени на глупости и дурные привычки. Ситуация с подростковой преступностью пока остается в Пинске сложной. Ситуация с подростковой преступностью в городе сложная, но контролируема. На сегодняшний день подростками с их участием совершено в городе Пинске 24 преступления. В прошлом году эта цифра также была 24. Ну, в общем-то, мы идем в ровень с уровнем прошлого года. Количество преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, мы стараемся в настоящее время активизировать работу по выявлению нарушений общественного порядка, по выявлению фактов нарушения антиалкогольного законодательства. И, в общем-то, таких фактов уже на милую на 86, а в минувшем году эта цифра состояла 70. То есть мы больше подростков вызываем с улицы. Свой спортивный азарт молодые люди, имеющие опыт общения по разным причинам со стражами порядка, показывали на футбольном поле. На турнир с милиционерами выставили три команды подростков. Я считаю, что это, в первую очередь, нужны для здоровья, чтобы люди не сидели, а двигались, общались. Такие мероприятия помогают отвлечь подростков от вредных привычек и совершения правонарушений. По словам инспекторов и ДН, заставлять школьников заниматься спортом уже не приходится. Дети с удовольствием идут на такие мероприятия. Здесь ощущается у них азарт, стремление к победе. По-разному получается. Мы думаем, что и подростки сильной команды здесь представлены, ну и милиционеры тоже не только умеют раскрывать преступления и выявлять правонарушителей, но и играют в футбол, занимаются спортом. Данный турнир уже стал традиционным. Два раза в год, весной и осенью, милиционеры проводят спортивные состязания. Всегда побеждает дружба. Дружба с законом.